Сейчас мы с вами еще немножко понаблюдаем системы. Системы это у нас дыхательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая. И вот эти равные системы в нашем теле присутствуют. И по сути, когда в деле системы работают гармонично, то нам хочется что-то делать, хочется как-то реализовываться. И в нашем теле больше ресурсов. Поэтому мы про эти системы сейчас поговорим. И особо мне хочется внимания уделить дыхательной системе. Потому что это некий буфер между вами и миром. То есть я пришла в мир, и я его понимаю через дыхание. Я делаю вдох, я беру отсюда, из мира. Мое тело это как-то переваривает и выпускает обратно что-то. И идеально, если я вдыхаю из этого мира вот этот ресурс, вот этот воздух. И выдыхаю тоже какие-то проекты творческие. И это идеально. И тогда я адаптирована. Тогда я могу через себя пропускать какую-то мощь. какую-то силу, которая интересна пространству. Интересно людям вокруг этого пространства. Внутри этого пространства. И тогда я специалист. И тогда я могу и зарабатывать, и благополучно в своей семье развиваться, раскрываться. И дети талантливые. И родители здоровые. И все подарки. Ты главная биомеханика, это про это. И вот дыхательная система. Ну и соответственно, когда происходят какие-то заболевания, то вот эти связи, когда вирус появляется, связи мозга с телом нарушаются. То есть тело всегда будет, мозг всегда будет спасать. И особо важное, чтобы сохранять. И где-то дыхание поменьше. Где-то какие-то части дыхательной системы не включаются. И иногда появляется насморк, какие-то одышки. И, ну в общем, все вот эти структуры начинают чуть-чуть сдавать позиции. Вот. И мы с вами сегодня посмотрим, как это наладить. И как дыхательная система может вообще управлять всеми системами в теле. Вот. Для этого мне нужен кто-то, с кем бы я могла бы работать сейчас. И настроить. Вот. Поднимите руку, кто хочет, а я выберу. Ага. Молодой человек. Женщина. Вот еще одна женщина. Вот вас хочу. Можно? Можно. Куточку возьму. Я вас сейчас не посажу, а попрошу прогуляться. Чтобы все слушатели посмотрели на вас. И, ну, тоже что-то сказали. Прогуляйтесь, пожалуйста, здесь. Посмотрим на эту девушку. И посмотрим, вот, когда у вас запрос на строить дыхательную систему, да? Да. Есть такой запрос. Болели вирусными заболеваниями? Да. Болели. Давно? Давно. Очень давно. Ага. Интересно. Какими? Какие-то... Были диагнозы у вас? Ну, воспаление. Воспаление. Воспаление легких, нет? Да-да-да. А, воспаление легких было? Вот. Это же тянется из резко. Да. Это никуда не девается. Это как бы в теле всегда какие-то... Бывают, ну, пустоты, какие-то зоны, которые в момент, когда человек сильно болеет с температурой, то эти зоны как будто бы не пропускают какие-то сигналы. Вот. Прогуляйтесь. А вас как зовут? Анна. Анна. Прогуляйтесь. Перед нами, пожалуйста, Анна. Вот. И смотрим на одну и обратно. Видите? Вот. И ощущение, что такой у нее хороший живой таз, но как будто там чего-то немножко не хватает, не включается в теле, да, плечи. То есть она идет, у нее хорошо двигается таз, но не включаются плечи и позвоночник такой какой-то немножко. А вы что увидели? Что видели? По правой стороне, по своей мышце желатой, они же реберные не включены. Они вот здесь тягивают прямо вниз, или легкой, однозначно стягивают, значит, и ребер тоже. Да. Есть такое отлично. Присаживайтесь. Кто-то еще что-то скажет? Грудная клетка зажата. Грудная клетка зажата, да. Да, есть такое. Плечо правое хочется немножко развернуть. Плечо развернуть. Ну, конечно. Как-то да. Есть листья зажимает, приходи, только когда идет. Да. Есть у нас Анна, которая хочет, чтобы у нее дыхательная система отстроилась так, чтобы другие тоже системы включились наилучшим образом. Поэтому сейчас просто зайдем внимание дыхательной системе Анны. И посмотрим, что там хочет настроиться. Посмотрим. И вот сейчас уже запустился процесс. Вы вот совершенно верно все подметили, вот эти части, да. И наблюдаю сейчас, когда дала внимание, какой-то в правом легком больше тяжести есть. Вот. И оно обозначилось. Но мы не смотрим туда, где тяжело, мы смотрим туда, где есть ресурс в теле. Вот какая часть тела откликается. Вот у меня откликается. Так. Вот здесь, да. Хочется здесь понаблюдать, как из этого места, да, которое притягивает внимание, как ресурсное, расправляется что-то. И сейчас я наблюдаю, что и правое, и левое, и легкое более равномерные. В носу, носовое дыхание, левое ноздря стало лучше дышать. Вот. И как-то тепло стало в грудной клетке, в голове. Что-то видите? Лицо выстраивается, выравнивается. Лицо выравнивается. Отлично. Да и в целом ось выравнивается. Ось выравнивается. То есть вот запрос был просто на дыхание, да? А уже меняется лицо, ось. У меняется шея. У меняется шея, верно. Подбородок тоже входит. Подбородок, правильно. Шарфов. Прекрасно. Сейчас я наблюдаю, как уже здесь появилась какая-то опора. И уже внимание спускается вниз. Почное кольцо привлекает внимание. Там как будто бы немножко затянуто оно с одной стороны, с правой, а с левой не хватает тонуса. То есть я смыла почное кольцо, как оно хочет выстроиться. Как опора для дыхательной системы. И откликнулась сейчас тазовая диапрагма. Тоже что-то происходит в тазу. Ощущение, что ее копчик как-то обозначился. То есть нервная система начала считывать его. И какие-то вибрации пошли в тазу. Можно я спрошу? Можете сказать, что чувствуете? Я сразу почувствовала, просто обозначилась, может, левая сторона. Как бы, если тело все вроде бы нормально, сразу что-то включилось. Вот в левое, не знаю, легкие, ну как бы, сердце. Как бы, я не скажу, там, тяжесть, левость или что, но просто почувствовала вот это место. Потом начала включаться или не включаться, наверное, работать вот та вот ноздра, которая левая, мы говорили. Сразу пошел поток и сразу как в целом левая, правая, ноздри, они как бы сравнялись, поток стал одинаково, поскольку выровнялись потоки. Пошло как бы через левое, правое полушарие, скорее всего, заработало. И тоже я чувствовала, что, ну, может, ну, не скажу, тяжесть, левкость, ну, что-то было, то, что там работало. То есть, ну, можно сказать, как работу вот этой полушарии пошло. Потом я начала обращать внимание, то, как вы произносили, я с вами, ну, взрывали, дошла. Пошла на тоже облые живота, и здесь, а здесь что было? Здесь ничего не было просто, вот как бы такое спокойствие, ну, чисто спокойствие. Потом пошла я в ноги тоже сразу с левами, и в ногах, ну, то же самое. То есть, чтобы, ну, сказать конкретика, чтобы вот там, ну, сразу я там стала левкая, там, нет. То есть, было все спокойно, ну, и стали, как бы, одинаковые. Ну, если чувствуешь, что вот это что-то, и знаешь, что где-то что-то у тебя есть, то что ты, ну, стала левая, как бы, одинаковая, ровная. Вот то, что я могу сказать. Благодарю, Анна. Я сейчас еще в процессе смотрю, процесс, посидите еще чуть-чуть. Процесс идет, и у нее отстраивается в языке, как будто опора под дыханием. Там, как будто язык, вот этот, мы же через голос, через речь, тоже воздух у нас попадает через рот. Вот в языке что-то отстраивается, вкусовые анализаторы. Но поскольку, когда вот ноздри включились, там есть такой у нас органозальный орган, очень важный для женщин и мужчин, чтобы считывать пространство, и понимать, что где для меня есть возможность, то есть он очень важный. И вот у нее вот это включилось, и, ну, соответственно, это все дало внимание на голову. А сейчас пройдитесь, пожалуйста, еще раз. Красиво. Да, пройдитесь, пожалуйста. Вот. Заметили, да, что грудная клетка уже в ходьбе участвует, что там что-то уже есть. И я сама, кстати, почувствовала. Плечи расправились. Да, я сразу почувствовала, я иду по-другому. То есть, да, здесь включился, наверное, включился параз, и здесь пошла легкость. То, как я шла, ну, как привычно шла, вот, ну, первый раз, обычно привычно шла. А сейчас я пришла с легкостью. Я почувствовала просто разницу, я увидела, что я иду легко. Спасибо вам большое. Еще что подметило, что лимфоузлы под левой, под мышкой тоже, там движение запустилось. Возможно, у вас там тепло сейчас. Потому что там было как будто какое-то, ну, как скорость другая, ритм другой. Сейчас запустилось. Спасибо большое. Спасибо вам. Очень большое. Еще спасибо. Давайте попробуем. А вот времени сколько у меня сейчас еще есть? Еще. 15? Ага. Ну, давайте тогда в парах попробуем сделать. Я вас буду вести потихоньку, и у вас все получится. Вам не обязательно называть названия какие-то органов, да? Вам просто какие-то зоны в теле важно увидеть, в которых есть ресурс. Пожалуйста, поделитесь на пары и друг с другом поработайте. Я буду вам помогать. И девушки, вот, Татьяна и Марина тоже помогут. Мы с вами сейчас адаптируем тело и дыхательную систему к взаимодействию с миром, чтобы вы своим телом могли считывать мир и что-то в нем глинять. Поэтому сейчас договоритесь, кто будет оператор, а кто будет клиент. Поберите, кто договорился, чтобы я знала, что можно идти дальше. Отлично. Отлично, молодцы. Вот. И сейчас те, кто операторы, спросите, что хочет ваш клиент, какой у него есть запрос. Что запрашивает. Возможно, это будет как дыхательная система, как она управляет, может быть, каким-то аппаратом. Может быть, даже может управлять дыхательная система, поэтому договариваемся о запросах. Если есть вопросы, спрашивайте. Запрос какой у вас? Я хочу почувствовать. Слушайте. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старайтесь не застревать в одном месте, а скользить вниманием по всему телу и даже чуть больше. Продолжение следует... И смотреть как будто бы расфокусировано, не уставившись в одно место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здоровая клетка в нашем теле есть... И она дает импульс... И она дает импульс... Продолжение следует... Это просто тело потягивает... И когда ему надо что-то внутри ощутить... На физике... Оно как будто получило какой-то новый импульс... И потягиваясь, оно встраивает в себя... И я хочу пошевелиться, чтобы это в меня встроилось... И я с новым ощущением... Продолжение следует... 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 Кто хочет, чтобы его потрогали и дыхательную систему наладили? Через дыхательную систему какой-то запрос. Кто хочет? Нет, просто есть девушка, которая хочет подбирать коллекцию. Если кто-то один хочет, хотите, на себе попробую делать. Или вот у нас участник чувствует, может быть, хотя бы. Она хочет самоработать с кем? А вы не делаете работу? Да? Ну, когда пройдите вот к девушке белой кофточке, она хочет поработать. А мы с вами поработаем. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...